здорова старички с вами домашний дегустатор за оконной рамой преобладает достаточно солнечная погода а значит настало время пообщаться поговорить и выпить в приятной компании меня сегодня образ красноармейца на привале и со мной мой верный дружочек егор константинович егор константинович уважаемый паркоровый кот соответственно сегодня мы будем употреблять вот такие спиртные напитки это 100 граммовки это классика но не классика по содержанию напиток называется три старика настолько горькая один пузырек я уже под начал так сказать итак сегодня формат видео будет достаточно информативен достаточно интересен это будет скорее экспромт я никогда не готовлюсь к своему видео можете так считает но так и есть как говорится что душу легло ты поперла так сказать вот ну и так для так сказать начало разговора употребим а неплохо неплохо и так хочу поделись с вами сокровенно всегда в них пор я читаю книжки всех самых пор как научился ходить ладно ладно и вот мои книжные приобретения кому-то если интересно милости просим если не интересно и вот мое книжное приобретение конрад лоренц агрессии так называемое зло это достаточно интересная работа не удающегося зоолога антрополога за психолога и философа изучающие основы зарождения агрессии и физиологическом и психосоматическом плане но кстати достаточно неплохо написанная книга но очень много воды почему-то очень много каких-то отступлений каких-то ответвлений и имеют непонятно если это научный труд это научный труд если конкретика то скорее таки сухие факты да это должно быть так но тут слишком много каких-то размышлизмов там не знаю про аквариумных рыбок и почему-то очень много изучение поводок гусей странно согласитесь дальше достаточно известный философ нашего времени это уважаемый уважаемый эрин геннадьевич фром выдающийся мыслитель 20 века ну скорее да скорее да чем нет но мне кажется что один из самых сильных мыслителей 20 века это мишель фуко прочитав его надзирать и наказывать и секс как понятие чего-то большего по моему так называлась статья я просто был каком-то помешательстве прочитав надзирать и наказывать замечательная вещь если будет возможность прочитать пожалуйста и не вы не пожалеете вообще я считаю что человечество должно стремиться к таким мы книгам а не только отвлекательно и букинистическая литература такой всякий шерпотреб но и одновременно литература должна быть более глубокой более все проникающие в сознании человека из-за этого и выпьем знаете 100 граммов к нормально наш вы заметили да то что сегодня я на сухую так сказать о чем мы остановились эрик фром очень интересный философ достаточно бег с нас от свободы принципе очень прикликается с книгой хасар тег и газ это то есть восстание масс и также психологии народов у нас но это гюстав лебон гюстав лебон я прочитал наверное ну лет в 20 какой-то отрывок и был удивлен что человек может вот в таком ключе интерпретировать вообще человеческую свободу да ну я не знаю информативней рассказывать подробнее рассказывать о данных книгах мне кажется не стоит если есть возможность имейте совесть и желание прочитать данную литературу если вы бессовестный человек то то смотрите дальше маргинштерна и выпуске дудя за этой выпьем за вас дорогие мои итак значит корот лоренс и гюстав лебон выходит в небытие если если вы хотите начать начать изучение философии чего-то простенького то скорее всего вам стоит глянуть лекции лекции на ютубе альтсандр геевич другим например есть прошлое а есть бывшая не все в прошлом то что прошло было по-настоящему было но то что было то что является не просто прошлым а и бывшим тоже то есть сейчас точно также есть грядущие то что придет и есть будущее не все в грядущем будет будущем но то в грядущем что будет в будущем есть и сейчас и было до этого в прошлом ну он скорее приверженец хайдегерианство в марте хайдегер да вы все знаете такое дозайн зайн в общем что хотелось бы сказать что литература должна и одновременно просвещать но и быть источником так сказать удовольствие также как и алкоголь и быть источником удовольствия и как бы пользы если этого не присутствует то как говорится нахер это и нужно очень много вопросов в моей голове возникало почему и откуда появляется у людей свободное время на книге потому что люди свое личное пространство окружает определенным образом какой-нибудь торговый центр вот это вместо досуга людей это очень неправильно это очень скуда умно и это как-то совсем уже по простому мне кажется что у человека должен быть место отдыха а место отдыха какое и средства для отдыха книжка и бухло самое лучшее что может быть в жизни ну после конечно после восхода солнца например и после улыбки мамы и смеха ребенка такая хрень короче люди должны развиваться и должны смотреть то что им нравится ну например баргенштерна попрощайся с жизнью своей дайте выпьем за пытливую русскую мысль так сейчас пройдет состояние огнедышащего дракона продолжим беседу и так друзья мои дихо в итоге наших сегодняшних посиделок вы знаете что не только пьющий человек но и читающий человек изучать литературу и философию это достаточно интересное занятие придает каких-то внутренних сил исчезает какой-то внутренний дискомфорт открываются границы сознания и понимание вообще своих рамок внутренних избавиться от внутренних границ потому что все оковы рабские они только в голове русского человека испокон веков загоняли в это подземелье духа не давали ему раскрыться как личность свободу забирали свободу попирали свободу насиловали и поэтому человек боится быть свободным и боится открывать собственные горизонты внутри человека такая ее доля такая непостижимая ее доля это как вы ешь и русское поле экспериментов перед тобой и снежок падает или в зависимости от времени года в общем нужно открывать внутренние границы и развиваться и без этого никак даже у аристотеля есть два вида человека два критерия определяющего человеческую сущность зон политиконный зон логос человек разумный зон логос живость ума живость какая-то внутренняя внутренняя составляющая я желаю вам мои любимые друзья товарищи соратники быть человеком разумным человеком мыслящим и не бояться проявлять и открывать границы своих свобод потому что только открыв их можно увидеть впереди себя что-то они просто смотреть под ноги и видеть видеть камни и видеть кончик своего члена дальше с кончик своего члена многие не видят вы вы я давайте друзья мои за вас за разумность за великие идеи потому что русская идея это настоящий столб духовного понимания это скорее быть физическая такая величина метафизический такой левиафан русская идея давайте ребята за вас за русскую идею